Доброго времени суток! С вами снова я Настя и вы попали на канал Элумика. Сегодня мы продолжаем разбирать с вами серии восьмого сезона Клуба Винкс. Сказать по правде, я была рада увидеть шестнадцатую и семнадцатую серии. Помимо того, что нам показали новый образ Диаспоро, мы с вами увидели самую уверенную ведьму среди трикс. Что ж, давайте начнем разбор, ведь впереди у нас сразу две серии, поэтому лучше запаситесь чайком и всякими вкусняшками. Что ж, давайте начнем! Новая серия начинается с того, что Лейла готовится к соревнованиям по акробатическим танцам. Именно поэтому она уже несколько раз повторяет его перед девочками. Поначалу Муза не понимает, к чему столько тренировок, как вдруг соглашается и присоединяется к ней. Если мы хотим танцевать, то будем танцевать только под музыку. Девушка организовывает музыкальное сопровождение к танцу подруги, а Текна в это время создает диско-шар, который лишь добавляет атмосферы в выступления девочек. Все героини клуба Винкс в хорошем настроении, и именно поэтому Стелла предлагает всем организовать показ мод. А Флора поддерживает эту идею, поскольку решает создать одновременно и парад редких растений. Кстати, это растение конфигурировала в игре Клуб Винкс, и именно его просила достать Флора. Вместе девушки создают себе сцену и прекрасное платье, которое я уже видела на Стелле. Странно, но я вспоминаю сразу же куколку в этом платье. Недовольной остается лишь только Блум, которая уже несколько часов не может дозвониться до Ская. Именно поэтому она просит девочек успокоиться или быть чуточку тише. Муза пытается разузнать, что случилось у подруги в этот раз, ведь они друзья и всегда помогут в трудной ситуации. Блум же отвечает им, что Ская не реагирует на сообщения девушки. Фея понятия не имеет о том, куда пропал ее возлюбленный. В это время у Ская и Диаспора важная миссия, в которой они должны были найти медальон Эроклеона. Девушка выглядит просто шикарно в своем обновленном образе. Мне очень нравится Диаспора в восьмом сезоне. Не знаю, как вам, но я ее очень люблю. Как только Скаю приходит сообщение от Блум, и он зачем-то говорит об этом вслух, девушка сразу же включает в себе беззащитную особу и срывается с горы, на которую они забирались. И о боже мой, как же я визжала в тот момент. Блум и Скай это как бы парочка хорошая, но вот Диаспора и Скай это просто шип number one. Ребят, извините, но я была безумно рада тому, как поступила Диаспора. Вот серьезно. Хочешь заполучить парня? Действуй как только можешь. В случае с Диаспорой это очень хорошо работает. И более того, мне интересно, почему Скай такой сильный и сам не сорвался с горы. Ведь он одной рукой держал тело Диаспоро, которое даже не пыталось за него схватиться. Так еще и за камушек держался одной рукой. Это сколько силы в этом недогеркулесе. Забравшись на гору, Скай снова берет свой телефон и, заметив это, Диаспоро сразу его отвлекает и не хочет, чтобы принц общался с Блум. В это время в Алфее организован прекрасный день мероприятия искр, которые подготовили директриса Фарагонда и мисс Гриффин. Теперь понятно, к чему все так упорно готовились. Каждая ведьма и фея на данном мероприятии должна показать себя или же просто поделиться своими навыками с другими. Даже Винкс помогает организовать все, как вдруг Стелла сталкивается с очень знакомой девушкой. Нам показывают замаскировавшихся Трикс, которые просто сменили свой цвет. Новые какие-то хамелеоны. Камуфляж, который придумала Дарси, оказался даже сногсшибательным. Ох уж эти няшные девочки с котиками на футболках. И Стелла подмечает этот момент, говоря Айси о том, что и ее сумочка очень миленькая. Айси с розовыми волосами выглядит очень забавно, но больше всего мне понравился образ Дарси. Ей нереально подошел новый цвет волос. Проникнув в алфею, ведьмы пытаются проследить за Винкс и испортить грандиозное мероприятие. В общем, все так, как они умеют. Начинается же вступительная часть. Вы всегда будете знать то, что во вселенной есть свет и тьма. Феи и ведьмы. И тем не менее, все мы едины и созданы от одной магической искры. Энергия которой создала волшебную вселенную. А частью этого мира мы и являемся. После чего Фарагонда говорит о том, что мероприятие начинается. Винкс же уже совсем не до праздника. Они отправляются вместе с волшебной звездой в колодец, который расположен на территории Алфеи. Звезда желаний говорит феям о том, что к победе они смогут прийти лишь вместе, поскольку должны преодолеть самостоятельность на финише. Попав в волшебный мир, перед феями встает испытание с ключами. Суть задания заключается в том, чтобы расположить ключи в соответствии со своими цветами. Но поначалу девушки думают, что ключи нужно повернуть одновременно. Стелла, как никто другой, сразу же понимает, что цвета не подходят своим ключам. Первая загадка разгадана. В это время ведьмы Трикс также находятся в колодце и летят в сторону волшебной комнаты. Между Айси и Дарси заворачивается спор, а Сторми летит прямиком к двери. Ведьма попадает в какой-то мир Твистера и, к сожалению, проваливает задание, поскольку нет ее сестер рядом. А вот вместе с ними она справляется и ведьмы переходят на новый уровень, поскольку поняли, что в одиночку им не справиться. Знаете, самое забавное, что было в этой серии, это то, что Трикс постоянно дрались друг с другом. Их пинают, шпыняют, делают с ними все, что угодно. И они еще ссорятся при этом. Знаете, что-то как-то странно. Раньше такого не было. Трикс никогда не ссорились. Они, наоборот, всегда вели себя как-то слаженно и всегда думали лишь о том, как бы поскорее завершить миссию. А здесь они только тянут время. Новая игра Фей и Ведьм показалась мне очень необычной. Такой я, по крайней мере, нигде не встречала. Девушки оказываются в комнате с большим кубом, на сторонах которого изображены какие-то руны. Текна говорит о том, что это руны солдада, и именно они изображены на стенах и сторонах куба. Как я поняла, лишь одна сторона может пропустить Фей в новое измерение. И, как мне показалось, это должна быть именно руна солдадо. Магическая руна порталов? Или как это? Объясните мне, пожалуйста. После совместных усилий девушки переходят на новый уровень и попадают в хранилище магических артефактов и зелий, камней и драгоценностей. Лейла находит шар, похожий на сферу со звездой. Она уже была надеяться на то, что миссия выполнена, как вдруг шарик начинает разделяться на множество других. Винкс попадает в бассейн из шаров. В это время Трикс проходит второе испытание, и Дарси проявляет свои способности. И Трикс таки проходит на новый уровень. Даже несмотря на все драки, ссоры и получение по башке этим кубом. О да, бедные Трикс. В этот момент Трикс пытается понять, как им выйти победителями из игры. Блум вновь повторяет слова звезды, которые она им говорила перед началом игры. И феи сразу понимают, как нужно решить данную загадку. Каждая фея демонстрирует свою дружбу и уверенность к победе. Наша дружба, наша солидарность, наша вера, наша искренность, наше сотрудничество и взаимопонимание, которое существует между нами. Феи подлетают в воздух и получают свой заветный приз – звездочку. Как только Винкс возвращается в Алфеи, у девушек сразу начинается концерт. И Блум исполняет новую песню, которую мы еще нигде не слышали. Обязательно посмотрите серию хотя бы только ради этой песенки. Она действительно классная. Блум смотрит на толпу, но не видит нигде Скайя. Ее глаза показывают не просто так. Чувствуется, что девушка переживает, даже несмотря на эти адские повторы кадров. Нет, ну серьезно, каждое выступление – одни и те же кадры. Что-то кажется, мне там кто-то ленится в радуге. Совсем чуть-чуть. Немножечко. В это время на Эраклионе Диаспора и Скайя продолжают искать медальон. Скайя не в восторге от того, что он все еще здесь, и просит Диаспору посмотреть, что там по карте. Карта говорит, что наше путешествие только начинается, мой дорогой Скай. Вот так вот закончилась шестнадцатая серия. И мне очень интересно, что будет в восемнадцатой, потому что семнадцатую я уже знаю, и сейчас о ней вам расскажу. Начинается серия с того, что профессор Палладиум предоставляет девочкам возможность попасть в комнату симуляции и попробовать встретиться лицом к лицу со своим самым сильным страхом, а именно неуверенностью. Некоторые девочки не хотят становиться первыми, однако Муза решается на этот шаг и идет прямиком в симулятор. Каждая знакомится с тем, что волнует ее больше всего. Муза понимает, что с ее музыкой происходит что-то не так, и она постоянно ошибается. Флора понимает, что Лиш уничтожает растения, а не помогает им. Текна больше не контролирует роботов и технологии, а Блум и вовсе теряет свою любовь. Лейла же срывается со стены препятствий. А Стелла, будучи слишком самоуверенной, сталкивается с непониманием со стороны своих родителей и чрезмерной строгостью. А родители ругают девушку за то, что она в пижаме в их замке, и не успев сказать что-то своим родным, процесс в симуляторе заканчивается. Стелла надеялась на то, что ей смогут уделить чуть больше времени, чем оказалось. Однако Палладиум лишь говорит то, что продолжить они смогут утром следующего дня. Находясь в комнате, девочки в недоумении обсуждают то, что произошло с ними в комнате симуляции. Они переживают за Стеллу, а Блум и вовсе говорит о том, что вполне могло произойти со Стеллой. Ведь девушка так переживает за продолжение отношений между своими родителями. Флора подмечает то, что Стелла всегда старается подбодрить всех своим солнечным светом и хорошим настроением. А на деле она прячется за маской своей же счастливой улыбки. А вдруг появляется звезда, которая сообщает Винкс о том, что их путь не заканчивается. Ведь следующая звезда находится на солярии. Ее легко получить. Однако девушки должны проявить уверенность королевы. Узнав прекрасную новость, воодушевленная Стелла рвется за приключениями. И сообщает девчонкам о том, что она все прекрасно знает. Никто из Винкс, кроме Стеллы, не понимает, что значит проявить уверенность королевы. Однако фея Солнца и Луны утверждает о том, что важно лишь надеть корону и красивое платье. Но Блум не уверена в этом и говорит об этом Стелле. Однако фея Солнца и Луны уверяет ее в том, что все идет по плану. Стелла говорит о том, что она сделает замечательное платье и будет носить его до тех пор, пока звезда сама не прилетит к фее. Узнав о том, что придумали Винкс, Валтер сразу посылает Трикс на миссию для того, чтобы опередить юных волшебниц любой ценой. Если это тест на уверенность, то это будет лишь детская игра, говорит Сторми, и ведьмы сразу отправляются в путь. Посетив Солярию, Стелла встречается со своим отцом, которого, к сожалению, не нужно тревожить, поскольку он очень занят. Встретившись с мамой, Винкс замечает, что Луна все еще проживает в королевском дворце, однако королевой не является, поскольку еще в третьем сезоне отказалась от короны планеты. Мать поддерживает Стеллу и дает ей несколько советов, после чего девушка радостно возвращается к друзьям. В благодарность она хочет организовать невероятную вечеринку для своей мамы. Девушки отправляются в деревеньку, название которой пугает фей – деревня Маффи. В данной деревеньке проживают гномы-ремесленники, которые создают невероятные вещи, к которым-то и относятся ткани. Все, что нужно Стелле – это голубая ткань, золотая нить и несколько драгоценных камней. В поисках этих материалов феи Винкс помогают своей подруге. Для того, чтобы получить вещи, девушке необходимо рассмешить гномов. Судя по всему, деньги они не принимают. Стелла пытается шутить про зайца, морковь и что-то там еще, однако выходит это у нее как-то скудновато. На помощь приходит муза, которая использует музыкальное заклинание и тем самым тормошит гномов, после чего те смеются и спокойно отдают Стелле голубую ткань. Однако девушка проявляет неуважение к своей подруге Лейле. Когда она уходит, она отдает ей все вещи и говорит о том, что Лейла должна их нести. Как-то очень странно со стороны Стеллы. Вы не думаете? Затем идет золотая нить. Текна помогает Стелле и создает неуклюжего робота, который смешит одного гнома. Девушка получает свои золотые нити и опять же сбагривает все Лейле. Знаете, мне Лейлу тогда было очень жалко. Затем за работу принимается Блум, которая шутить походу тоже не умеет. И кто бы мог подумать, что она захочет все там спалить. Стелла создает идеальное платье и старается организовать невероятную вечеринку. Однако что-то идет не по плану. Девушка выглядит идеально, словно настоящая королева. Появляется волшебная дверь и феи Винкс отправляются прямиком к ней. Оказавшись внутри нового мира, Винкс понимает, что звездочка находится за барьером, который пропустил лишь Стеллу и Сторми. Других же никого не пропускает. И феям остается лишь наблюдать за тем, как их подруга справляется с новым испытанием. Сторми и Стелла. Кто-то из них определенно уверен в себе намного больше. Коснувшись звезды, Сторми и Стелла попадают в альтернативные вселенные. Стелла понимает, что это тест, который она просто обязана пройти. Однако ее родители, которых она встречает в этой вселенной, сообщают девушке о том, что праздновать абсолютно нечего, поскольку мать Стеллы уходит. Девушка должна выбрать того, кто пойдет по ее дороге. Однако Стелла жестко тупит и не понимает, что ей нужно сделать. Сторми же попадает в мир, где Валтер жесток и ругает ведьм за неповиновение. Айси, Дарси и Сторми он отталкивает в стороны, а также говорит о том, что ведьмы ему просто не нужны, поскольку он уже впитал достаточно магической силы. Сторми не согласна с этим. Она сразу понимает, что ей нужно атаковать того, кто перед ней. Валтер говорит Трикс о том, что они бесполезны, и как вдруг Сторми атакует его. «Ты не можешь так относиться к нам. Ты не имеешь права так поступать с моими сестрами, поскольку я самая могущественная ведьма в волшебном измерении», — говорит Сторми. Сторми и атакует Валтера с еще большей силой. Стелла и Сторми возвращаются в реальности, фея Солнца и Луны понимает, что ничего стоящего она не смогла сделать, хотя все казалось слишком простым. Стелла разочаровывает своих подруг, а Валтер, который наконец-таки получил звезду, благодарит Сторми и говорит ей о том, что она заслуживает куда больше комплиментов, чем те, что он ей говорит. Как я поняла, Валтер освободил Сторми от своей магической связи, и теперь метки на ее руке нет. Начинается вечеринка на солярии, и Стелла устраивает ее очень хорошей, однако продолжает винить себя за то, что не смогла победить ведьму в борьбе. Блум утешает подругу и говорит ей о том, что у нее есть друзья, которые будут любить ее вне зависимости от ситуации. Ну а в 18 серии мы с вами сможем узнать о том, как Винкс обнаружит третью звезду, и для того, чтобы ее заполучить, феям предстоит отправиться в Королевство Радужных Единорогов. В то же время у Скайи Диаспора продолжается миссия. В общем-то, я думаю, что серия будет интересной. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи и всем пока. С вами была я, Элумика. Пока-пока. Ставим лайки и подписываемся! Субтитры сделал DimaTorzok